С вами Азатык, а последним и самым важным на просторах социальных сетей Кыргызстана в нашей рубрике Кырнет. Одна из самых громких публикаций в Кырнете за прошлую неделю – пост директора Всемирного конгресса красоты. Так называется одна из организаций в бьюти среди Кыргызстана. Амина Юсурова предложила свой способ избавления от тех, кто, по ее мнению, портит нам всем статус независимого Кыргызстана и города Бишкек. Соберите всех людей нетрадиционной ориентации и взорвите их всех на одном острове. И желательно на этот остров переселить женщин с низкой социальной ответственностью. Вообще было бы супер их всех там собрать и взорвать. Все эти ваши скандалы делают именно они. Это просто совет на будущее. За это лето Амина Юсурова, выражая личное мнение на тот или иной счет, успела не раз собрать шквал критики в свой адрес. Не всегда внятные публикации стали поводом для СМИ в информационный штиль развернуть целые скандалы на тему дискриминации. В соцсети это настроение подхватили с энтузиазмом и пошли целой войной на девушку и ее мнение. Консолидация одновременно четырех кандидатов в президенты на прошлой неделе не обошла стороной социальной сети. А объединиться объединились. Но как теперь назваться? Пока собственные варианты претерпевали кризис, было решено обратиться к простому люду в фейсбуке. Тому, кто добудет из недр своей фантазии эдакое название новому политическому альянсу, Бакыт Тарубаев пообещал целый айфон. Конечно же седьмой. И тут понеслась. Но и после новоявленная четверка не давала соцсетям скучать. После своего турной по южным регионам кандидаты слились в единой фотографии, которая благодаря чудотворным чапану-калпаку стала новым мемом. Безжалостная корнет-братва обозвала политиков матрешками, квинтетом, неудержимыми. В то же время пользователь ютуба Абазганов выложил в своем канале лучший предвыборный ролик. Мы, кыргызы, народ непростой. Наша цель – потратить все деньги на той. В трехминутный рэп авторы уместили критику всей кыргызской действительности, начиная от повальной эмиграции и тяги к излишествам при безденежье, заканчивая чиновничьим произволом и уропатриотизмом. Мои дороги в стране идеальные, мои маршрутники в стране нормальные, мои чиновники в стране честные, мои местные в стране. Местные. Авторы видео предупреждают, что их творчество достойно внимания только тех, кто смотрит на мир сквозь призму иронии. В своем аккаунте пользователь Садык Азиев 19 выкладывает сурдоперевод популярных поп-композиций. Такие видео 16-летний Садык начал создавать чуть больше года назад. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет, мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем, между нами тает лед, мы и все. Я твой милый дьявол, а ты для меня ангел. Скинем одеяло, и я зажгу твой факел, чтоб всегда сияла моя. Пою так сильно и нежно, сдувай меня. Язык жестов молодой человек знает с самого детства. Все благодаря родителям, которые потеряли слух в раннем детстве. Свои видео Садык снимает в поддержку глухонемой аудитории социальных сетей. Эти пользователи Крнета тоже занимаются адаптацией зарубежных композиций. На кумузах чолпона и элимана звучит не только этно, но и джаз, поп и латино. На следующей неделе смотрите нашу рубрику на кыргызском языке. О самом важном и интересном в социальных сетях расскажет мой коллега Токтосун Шамбетов. Встретимся в Кырнете.